Хотела сказать еще, что в Сульцет бар очень играла хорошая музыка, и люди так красиво были одеты, девушки на тонких-тонких шпильках, ну не все, но по-разному одеты были. Некоторые даже с одоленными плечами, там распинами были, так легко одеты, или с гневым платьем, с большим разрезом по одной ноге, в общем, сексуальное платье, что в Германии такого я даже не видела, но они, англичане, очень модно одеваются, у них в магазинах много платьев, танцевальных платьев, и на вечер выйти платье. Вот сейчас как раз идет оценка товаров на 70%, люди ходят и покупают, что еще хочу сказать, здесь одеваются типа россиян по-модному, там в Германии как-то все серо одет, и в магазинах ничего нет такого, потому что все равно не покупают и не присылают эти товары. В интернете я видела только в ютубе стоят фильмы о футболе этой команде United, ну видимо она один раз выиграла и стала знаменитой, и пошло театр Рояль, ага, вот этот театр, но здание, конечно, очень красивое. Я была вчера в театре, там у торгового центра, Вексель, Магнадчестер центральный, это тоже вокзал центральный, там Вексель театр, Эксчендж, ага, ну и там здание, оно совсем не под театр сделано, оно очень красивое, с колоннами, вверху закругленные потолки, а там сделали театр из металлических таких ферм, сделали, ну и устраивают театр, вот, а это Радхаус, вот площадь Радхауса, это дом советов, очень красивый, на другой стороне, там против много ресторанов, кафешек, баров, сегодня воскресенье, люди отдыхают, вот знаменитая ангельская такси, есть и другого цвета, розовые, такие разрисованные, интересные, фонтан, ой, этот, скульптуру Энгельса видела, даже просто, как это вы skeрте сары, но здесь, это, она, так voice- dresses, в голове 나 в хаудолевщик не занимается, это登録левщик, Люди очень доброжелательные помогут, если спросишь или даже видят, что у тебя какие-то проблемы, они мне подсказывают. Молодежь очень доброжелательная. Вот я была в этот пивной ресторан, внушка, такое интересное старое здание, 100-летнее, оно сделано в современном стиле, есть старых носок и старые окна, имитированные окна деревянные, и там у некоторых сделаны даже эти зеркала, вот, интересно. В общем, в основном имитации из бронзы, из бронзы очень модно, и светильники, и перила, и мебель даже, и в общем, все-все, все из бронзы модно, ну, если нет бронзы, можно покрасить бронзовый цвет краской. Я много, большое строительство идет в одном районе, я видела, ну, только стройка, стройка строит много домов, ну и реставрируется. А дома очень капитально построены, посмотрите, фундаменты, ничего им не делается, на века построены здания у нас, зацементировали плохим цементом, и все, через 2-3 года, все, штукатурка обваливается, опять надо ремонтировать, здесь сделано на века. Пиццу ела, пицца экспресс, была вкусная, тонкая тесто, было вкусно. Ну, есть еда, не страшно, здесь не умрешь от голоду, если дешевая, если дорогая еда, без проблем. Это опять, вот они, поворачиваем к этому, возвращаемся, как и дома построены, административные дома, бюро, сейчас бюро, все с компьютерами работает. Картенс, это вот большая автобусная остановка, там собираются все автобусы. Эти офисные корпуса вверху, а внизу на первом этаже, или рестораны, кафе, так что люди могут спуститься и поесть. Так сделано здорово, что не надо за 3-9 земель идти, куда ты поймешь, чтобы поесть. И некоторые заказывают заранее и с компаниями едят. Много-много зарезервированных мест. Вчера я около у нас, тоже был хороший ресторанчик, кафешка огромная. Но я хотела тут зайти уже, поздно было, где-то в 2 часа ночи. А сказали, вы зарезервировали? Я сказала, нет. Ну и меня не пустили. Вот, много, видимо, резервируют, много есть желающих пойти куда-то. Я хочу сказать, что без Баденни, когда мы жили, там было так мало ресторан и кафешек, что люди тоже зарезервировали, потому что некуда было сходить. Мало, мало там, до сих пор мало. И вот автобусная остановка, все автобусы останавливаются. И отсюда можно и поехать в другие страны. Леверполь, там рядом. Сейчас езды. Вот. Ну, другие города. И в Лондон можно съездить. И на Больсе можно съездить. И на Больсе можно съездить.